Ну чё, здорово! На проекте Аризона РП я был лишён админки пятого уровня, Куратор, из-за недавнего моего видео с приколами и жалобой, оставленной на меня на форуме. Это видео досмотри до конца, чтобы ты понял всю суть. Желаю тебе приятного просмотра. Уведомления от сервера. Диана Миронова в офлане установил вам нулевой уровень администратора. До этого был пятый уровень. Ну чё я могу сказать? Всё, админтулс тоже не работает, всё, нету, да у меня ничего. Получается теперь я обычный игрок с обычным гипчатом, ну и короче я не админ. Всё, чё тут говорить? У меня нет ни гэма, ни привилегий, ничего. Итак, немного предыстории. Недавно я решил заснять ролик в формате «Пишу от имени игроков всякие приколы». Я искал рандомных игроков, пытался подстроить какие-то смешные сообщения под ситуацию, кого-то подставить. Естественно, без последствия для них. Приведу банальный пример. Стоит игрок во фракции. Я от его имени перед высшим рангом говорю «Увольте меня пассажи, меня достала ваша армия». И игрока, к примеру, увольняют. Даже если бы его уволили, я бы всё равно тэпнул того, кто его уволил и сказал, что это был всего лишь пранк. Ну ладно, сейчас немножечко о другом. После двухчасовых съёмок я наткнулся на двух игроков. Два друга летели в тачке. Ну и я тоже решил над ними прикольнуться. И именно после этой жалобы было принято решение забрать у Эрнеста админку. Сейчас я вам продемонстрирую ту самую жалобу, из-за которой меня сняли. Надеюсь, вы рады, те, кто её написал. Вы добили своего, красавчики. Вот это самая жалоба на администратора Эрнеста Мончини. Игровой ник Сава Селезнёв. 2020 года рождения. Суть жалобы это, извините, пи***ц. Летаем себе спокойно, никого не трогаем. И тут этот так называемый ютубер пишет от моего имени, моему кенту. Как тебе на вкус мои яйца, бро? Ну блин, ну подумаешь, ну спросил просто, как на вкус твои яйца. Может он пробовал, откуда я знаю? Он бы сказал, никак, блин, и всё, ну типа я не пробовал. Чё такого-то. А после игнора, чё молчишь, вчера же пробовал. Хе, ну вот это да, потому что он не ответил. Я подумал, ну как это, чё он тебя игнорит? Без ответа-то зачем оставлять человека, тем более вы братишки. И видео. Так, о, вот сообщение, да, в чате вижу. Ну короче, вот, написал сообщение, и всё. И они пошли лишь жалобу за вот эти два сообщения. Не знаю, я в моменте увидел в этом прикол, то есть я симпровизировал. Я не записывал никакие заготовки по сообщениям. Просто, что первое в голову взбредило, то и написал. Если честно, я не думал, что их настолько сильно это заденет. Далее, так как мы не особо понимали, кто мог такое сделать, летали себе дальше. Подлетели к менту, и он уже от его имени пишет. Марко. Гофту задал биться. Он залил жалобу, что я ещё писал от имени другого игрока. Причём здесь вообще ты. Но это уже называется просто, он пошёл ва-банк. И решил зацепиться за всё, что только возможно. Даже если его это не касается. Это что за приколы такие? Идеи для контента закончились? Хихоньки и хахоньки такие, что ли? Если его аудитория подписчикам такое заходит, так пусть снимает подобное с ними. Мы такую х***ю не воспринимаем. Я вижу в этом полное неуважение и оскорбление в сторону игроков. В том числе и меня из Пепси. Тут ещё подключился другой игрок, который тоже обиделся. Это уже, кстати, второй момент, из-за чего произошёл конфликт с игроками. Здесь я от его имени написал. А ну, сосунки, рты закрыли и работай молча, пока я не отпоролась. Ну что в этом обидного? Я вообще, ну если честно, не вижу в этом ничего обидного. От слова совсем. Личность вот этого игрока, от которого я это кричал, никак была не задета. Тут он пишет длинное сообщение. Короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла, прочее нытьё. Тут ответ главного администратора. Вот, ситуацию передам Станиславу. Ну это, кто не знает, директора Аризоны. Я вас, Алексей Олегович, попрошу на девятом ранге даже о таких ситуациях следить за речью. Разбанил. Закрыто. В принципе, тут можно сказать две жалобы в одной. Ни хрена себе, да? Вот это уровень. Ладно, на самом деле, я реально не хотел никого обидеть. Кого-то как-то задеть. То есть, у меня в этом интереса абсолютно никакого не было. Я просто снимал ролик, весёлый ролик с приколами, который очень многим понравится. Конечно же, из большинства найдутся какие-то индивидуумы, которым это не понравится. Так всегда. Нельзя всегда всем нравиться. Так же можно сказать и про мою личность. Многим я нравлюсь, многие меня смотрят, многим я интересен. А многие меня ненавидят, так называемые хейтеры. Поэтому, я не высокомерный, как люди, которые пишут эту жалобу. Мне не царапает корона потолок. Мне не впадло, если я кого-то обидел, было даже принести свои извинения. Я тэпнулся к двум этим друзьям. Ну, которым я писал про яйца. Вот скриншот. Я спросил, вам неприятно? Они сказали, ну тебе бы было приятно. Я такой, ну всё, хорошо, не обессудьте тогда. Уберу момент с видео, раз вам это не нравится. Ну и после этого они просто уехали и сказали, мы всё равно жалобу не уберём. Давай, пока. Поверьте, друзья, высокомерие блокирует в вас очень многие качества. В том числе и в развитии, и в успехе. Вообще по жизни. Задумайтесь над этим. Ну а так, что я ещё мог сделать? Я принёс свои извинения перед этими двумя. Перед той девяткой я извинения приносить не собирался. И не собираюсь ни в коем случае. Потому что вы видели сообщение, которое я отправил от его лица. В ролике тоже это есть. После чего он начал меня жёстко оскорблять, переходить на личность. Кстати, вот что он начал мне писать в ответ на то, что я от его имени написал. Первое сообщение. Второе сообщение. Если всё это сейчас откинуть, то вывод только один. У меня забрали админку. В качестве наказания и за это жалоба. Потому что, по сути, Стасу там или Диане не было никакого интереса забирать у неё, даже если бы они увидели мои такие сообщения. Это всё исключительно произошло из-за жалобы. Потому что, ну, без реагирования, без реакции старшая администрация оставить не может. То есть они не могут проигнорировать игроков. Потому что игроки это Аризона, Аризона это игроки. А мы, ютуберы, всего лишь люди, которые продвигают эту самую Аризону, чтобы о ней узнавали новые игроки. Чтобы здесь держался онлайн, чтобы Аризона не умирала, а только росла вверх. В общем, моя задача сейчас придумывать контент, который будет построен не на админке. Потому что вообще, в принципе, большинство моих идей на канале, если вы могли заметить, сняты именно были с ней. Я человек такой, что я найду всё равно, что снять. Мне как бы это никаких проблем не создаст. Да, будут какие-то неудобства, там куда-то добраться, быстро тэпнуться. Чуть-чуть будет подольше времени у меня уходить на снятие роликов. Но, в принципе, сути никакой не поменяет. Что так я ролики смогу писать, что так смогу ролики записывать. Я знаю, что сейчас в комментариях начнётся половину кто за меня, половину кто против. Кто начнёт меня там оскорблять без какого-либо повода, без аргументов. Может быть с аргументами, если с аргументами, то критика это всегда хорошо. Критикуешь, предлагай. А если льётся понос изо рта, и ты просто оскорбляешь, то иди на...